После звонков горожан в Кирове очистили от снега сосулек больше 20 крыш. Таковы результаты первого дня акции «Лед над головой». По ее правилам, жалобы кировчан через 15 минут адресуются в управляющую компанию, а та, в свою очередь, обязана принять меры. О других новостях города и области расскажем в коротком видеообзоре. В Кирове учтут опыт других регионов в вопросе с торговыми ларьками. Судьбу так называемых нестационарных торговых точек сегодня обсудили уполномоченный по правам предпринимателей Сергей Данилян и временно исполняющий обязанности губернатора области Никиты Белых. В ближайшее время омбудсмен собирается посетить несколько нестационарных объектов, встретиться с предпринимателями и обсудить с ними существующие проблемы. Компания «Аэрофлот» боится приходить в Киров. В Рио губернатора Кировской области Никита Белых пригласил компанию запустить в Кирове еще один рейс в Москву, ссылаясь на высокую загруженность существующих. Однако гендиректор «Аэрофлота» пока отказался от предложения, так как считает, что перелеты не окупятся. Сейчас из Кирова в Москву можно вылететь дважды в день, утром и вечером. Перелеты осуществляют авиакомпании «Акбарс Аэро» и «Ютеир». В Котельниче объявили конкурс на лучшую загадку про пареозавра. Победителей назовут 15 апреля. Самые интересные варианты планируют отметить ценными призами. Пареозавры обитали на территории Вятки примерно 250 миллионов лет назад. Их историю удалось сохранить благодаря многолетней работе кировских ученых.